дачное карате сегодня проводим эксперимент у нас бутылки с разной температурой это вот горячая можно сказать кипяток налил в бутылку она даже покоробилась это стоит несколько часов на воздухе и в теньке у нас холодная из-под крана вода посмотрим как нам удастся разрубить все это смотрим начинаем вот самый горячий ничего не получилось разрубить разрубил но разрубил плохо несмотря ни на что то есть наша наша гипотеза не оправдалась так смотрим ту который простоял на солнышке но тоже разрубилась но как-то не очень хорошо странно странно все это здесь хорошо разрубилась но упала и наконец смотрим холодную что будет холодной вот холодная хуже всех пошла ну совсем никуда пробилась но не пошла вот так вот качество рубки вот в чем чем вопрос не качество температуры а вот возьмем пол пустую бутылку она вообще отрубится или нет нет вот это улетела далеко и разрубить ее вообще не удалось пустая бутылка не рубится пол пустая бутылка вот если рублю вот сейчас отрубил сверху вниз вот такой обрубочек получился ну что поделать эксперимент не удался главное как отрубить а температура дело вторичное понятно что надо нарабатывать удар кулаком вот некоторые думают что ударить правой можно только вот так да а вот хороший удар да это ойцуки то что у нас кажется такой вот картинный каратэ да там шатакан длинная стойка будет эта картинка меняется когда идет реальный боевой удар да то есть это мощный мощный удар с выпадом вложением всего тела конечно такой удар мощнее когда мы идем от задней от задней ноги эксперимент у меня такой был тысячи ударов делаю 10 но помощнее конечно и в перчатках шаг назад еще десять шаг назад сто раз ударил перевел дыхание и снова десятками десятками разбитые на десятки сотни и потом в целом тысячи ударов это довольно тяжелое испытание надо сказать и для дыхания и вот разбил себе костяшки даже сквозь сквозь перчатки вот а что мы по поводу ударов ногами сейчас я босиком босиком может быть проще говорят мне тут написали ну вот лоу кик это хорошо да удар в пах хорошо и мои гири должны все конечно должны мои гири все владеть потому что прыжок прыжок на тебя ты останавливаешь противника который еще до тебя не достает рукой и если это удар навстречу то приходится противнику не сладко по крайней мере он отброшен а дальше ты можешь нанести дополнительные удары и конечно он отброшен и если отброшен он тогда на таком расстоянии уже находится поэтому после удара нога должна стать опорной чтобы нанести еще один удар или если она удар противник далеко ушел мы можем нанести удар другой рукой 1 2 вот то есть после моя гири если противника вы встретили неправильно недостаточно вперед бросили корпус чтобы его стремление его импульс установить то вас отбросит назад но это тоже может быть ничего то есть если вы быстро и быстро и наносите удар майя гири то это уже будет не отбрасывание а травмирование вот такие здесь можно это уже будет тычок или еще есть вариант 1 2 то есть не опуская ноги лететь дальше еще не не встал на ногу или встал нанес другой то есть в целом комбинации удар ногой удар другой рукой или удар рукой удар той же одноименной рукой удар ногой отбросили назад идя куцуки удар задней ноги или ударили и удар от передней ноги особенно когда вы вперед атакуете или как еще это или вот так это очень мощный удар на самом деле можно вложить можно корпус вложить без разворота плеча если еще разворот плеч то это будет длинный удар удары в прыжке которые кажутся бессмысленными на самом деле может могут решить исход боя если противник недостаточно готов вот то есть удар в прыжке в голову так называемые ножницы которыми прыгают начинающие прыгуны в высоту в школе там прыгают вот это примерно то же самое выносится нога не бьющая а бьющая пробивает удар в принципе в голову или в грудь ничего сложного чем выше выпрыгнем тем сильнее будет удар некоторые выпрыгивают удар от этого слабеет коленка не выносится так ну тоже неплохо неплохо но если хочется попасть именно в голову а это когда на улице в ботинках и когда не скользко стоит делать то тогда надо выпрыгивать хорошо может быть даже обозначить противник идет на вас раз и попали в него ботинками мало не покажет вот это одна сторона другая сторона той же медали длинный бросок вперед когда растяжка вам нужно нет не для того чтобы в голову попасть а для того чтобы попасть длинно ну вот растяжка значит вот отсюда я могу попасть и достаточно сильно если же я использую бросок быстрый но противник или замешкался или что-то испугался ли мы далеко отошли а потом пробиваем его достаточно быстро то есть мы не означает что единственное вот мы атаковали отошли в сторону ушли атаковали ушли и вдруг оказались на большом расстоянии и достали когда увидели что противник что-то или руки опустил это обычное дело побоксировали отошел руки опустил опустил пожалуйста получил еще один один урок можно ударить мая гири например с выносом с выносом бедра вперед с отклонением с отклонением корпуса для высокого удара это как раз хорошо и удара снизу вверх но мощность удара падает из-за того что центр тяжести смещается назад или по крайней мере не теле не летит вперед вот загружающий удар загружающий противника это движение также как мы идем с ударом кулака также мы идем с ударом стоим и полностью идем в противника вот таким ударом можно эту бочку 200 литровую перевернуть и примерно то же самое с ударом уромоваши но тут уже нужна хорошая растяжка чем я похвастаться не могу возраст уже дает о себе знать и там растянуться хорошо вряд ли получится но у кого хорошая растяжка тут может этот удар делать он пяткой довольно неожиданный тем более кажется что ну например кажется что ты уходишь от противника противнику кажется а потом идешь куда-то не туда куда противник ожидает вот или это передняя нога вот ушел и нанес удар с левой ноги мы чаще с левой стоя стоим уходим от атаки противников голову в корпус закрываемся и противник загружен своим вниманием на верхнюю часть тела и пробиваем пяткой но в данном случае я для того чтобы быть повыше для того чтобы сделать удар повыше я отклоняюсь назад а можно можно не отклоняться можно делать удар двигаясь вперед особенно это хорошо вот так вроде шлепок да вот этот удар в принципе нокаут может быть не так хорошо слышно что этот удар приходится довольно довольно жестко здесь все смягчает пружинное это устройство все смягчает но этим почти переворачивается еще чуть-чуть можно перевернуть вот если я ближе смогу подойти то еще больше усилия и как в комбинации раз два три ну так шлепок но он тоже чувствительный раз недостаточно закрутился вот этот удар будет сильным он приходится еще немножко сзади и вполне может попасть по затылку или противник стоит попасть может его травмировать плечо если он в другой стойке может залететь ему шею в позвоночник тоже очень мощный удар единственно что конечно не умеете не бейте лучше натренировать его вот я левой например гораздо хуже бью потому что не могу провернуться на правой особенности травмы всякие накапливаются поэтому с возрастом конечно любой любитель боевых искусств становится более односторонним вот но еще раз мы во-первых еще раз длинный удар можно опуститься то есть просто на скачке называется еще раз на скачке довольно ушли вот с противником были вместе потом разошлись каким-то образом ну бывает что вместе двигаются один давит другой отбивается том другой переходит в атаку потом сшиблись отошли провели ударную комбинацию вот и если нам надо в голову работаем 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 ушли и нанесли удар но повторяю нужна хорошая растяжка поэтому лучше вот для меня выше чем в корпус удар не очень хорош и вот припугнул с этой стороны с этой ударил немножко поработали мечом немножко поработали ударной техникой и продолжаем заниматься боевыми искусствами на даче или спортзале по видеороликам конечно боевым искусствам не научишься поэтому приглашаю всех спортивные залы ищите хороших учителей я приглашаю занимаюсь в школе михаила стёпина в интернете легко найти найдете musbudokan.ru занимайтесь спортом умеете защищать себя и других слова россии